то есть у нас здесь две модели вот это хорсток 5115 вот то есть разница между двумя этими моделями то что вот эта модель она специально сделана для немецкого рынка и будет продаваться только на немецком рынке то есть это упрощенная модель черненькая черная это упрощенная модель от модели хорсток 5 115 это титису тити 115 с да то есть это симптом означает что это упрощенная то есть в чем разница между этими двумя приборами в том что здесь в этом приборе нету предыдущих замеров то есть вот эти вот здесь видим на дисплее здесь здесь соответственно ничего такого не видим а то есть он ради интереса то есть здесь видим что здесь ничего не отображается да здесь соответственно замер дают как говорится то есть здесь есть предыдущие замеры потом также есть о обнурю есть не только предыдущие замеры но и средние значения да то есть по всем замерам тоже есть функция вот дополнительно в этом приборе есть функция оповещения то есть выставляются максимальные или минимальные параметры скажем минимальный параметр если поставить 60 микрон а максимально 260 микрон если параметры будут ниже то прибор начнет сигнализировать и если параметры будут также выше 260 микрон то также прибор будет пищать то есть будет идти длинный кудок и те люди которым сложно разобраться с инструкциями для них как говорится это сложно то есть они настройки залазят потом соответственно их перевор пищит и им это сложно понять почему и как разобраться вот так же в этом приборе есть функция быстро калибровки то есть комплекте с приборами идут это у нас это с этим прибором идет пластина на 1066 микрон то есть стиси 115 с прибором и си 115 действий с упрощенной модели здесь идет пластина калибровочная толщиной 102 микрона то есть как раз для автомобилей как как средняя толщина на автомобиле как правило где-то около 120 микрон краска составляет вот идут две пластины одна из железа и вторая она соответственно из алюминия для калибровки то есть предварительно перед калибровкой необходимо снять защитную пленку калибровочной шайбы и соответственно сейчас покажу разницу то есть если мы на этом приборе его включаем да и калибруем то есть делаем замер до после чего нажимаем на zero да и неважно сколько мы держим то есть можем сколько держать то есть прибор он после как того как мы копку отпускаем он обнуляется на этом же приборе то есть мы включаем делаем замер соответственно нажимаем на обнуление то есть мы до трех секунд держим раз два три отпускаем он перед переходит на ноль да то есть обнуляется все нормально но если мы делаем замер да и соответственно передерживаем более трех секунд то соответственно прибор он переходит так а а это что он у нас не перешел где он замер раз два три четыре пять что-то они тут функциях намудрились значит что ли убрали так сейчас попробуем так так если с пластины то есть он наверно с пластин и только будет реагировать то есть теперь держим опять же из двера только дольше по идее сейчас должен перейти на 1 006 вот да то есть он переходит на 1006厚 minute то есть это режим быстрой калибровки если бы так как симпластина идет на 1006 микрон соответственно 1006 и встал то есть для быстрого для быстро калибровки ну так как народ у нас не понимает почему он нажимает на зеро то есть прибор по идее должен обнулиться а он переходอน на 1006 микрон, то есть это, как говорится, дополнительные сложности при настройке для некоторых клиентов создает. Поэтому в этом приборе, соответственно, эта функция была удалена. Так же, как и функция Hi-Lo, то есть максимальных и минимальных оповещений. И, соответственно, как я уже сказал, быстрой калибровки и предыдущих замеров. Здесь, соответственно, это не отображается. Поэтому этот прибор более простой. Также он, как этот прибор, замеряет как по черным, так и по цветным металлам. Оба то есть замеряют, да? Да, сейчас я его по-быстрому еще дополнительно откалибрую. То есть калибровка на этом приборе совершенно простая, то есть прислоняем его к калибровочной пластине, делаем замер, затем нажимаем на ZERO, отпускаем, из-за чего кладем калибровочную пластину на 102 микрона, делаем замер, отпускаем, нажимаем на кнопку CALL для калибровки, входим в режим калибровки, на экране загорается SWI-5, выставляем кнопками вверх-вниз значение, которое указано на калибровочной пластине, 102 микрона, вот, и снова нажимая на кнопку CALL мы выходим из режима калибровки и сохраняем настройки. Все, прибор откалиброван, то есть для теста можем его открыться, проверить, то есть 1 микрон, бывает у него небольшие погрешности, то есть 79 микрон, да? 2 микрона. Тут показано на шайбе, что 2 плюс-минус 2 микрона, то есть вот, ну и сейчас проверим машину, машина, конечно, длинновато, но, в принципе, можно в прыговую пройти, то есть 141, 142, то есть, как правило, толщина, она на разных моделях разная, но основная задача прибора, то есть определить именно расхождение между определенными участками, да, то есть, скажем, если эту деталь показывать, то есть расхождение, из-за грязи, кажется, ну, то что вот пыль, пыльники вот эти все, то есть, может быть, расхождение где-то, ну, порядка до 30 микрон, но, в принципе, если толщина краски отличается деталь от деталей на 50 микрон, то есть, тогда, соответственно, уже нужно присматриваться, возможно, что деталь была крашена, была крашена, да. А если еще шпаклевка, то, наверное, еще больше. А шпаклевка, она сразу дойдет, в принципе, тут, в принципе, показывает, то есть, тут различие небольшое, да? Давайте капот попробуем. Сейчас мы в круговую пройдем, то есть, 123, как говорится, так, что все относительно нормально, 123, 124, то есть, в принципе, надо, как говорится, ну, бывает, что локальная покраска, да, в одном месте показывает одно, а на соседнем участке этой же детали может показать совершенно другое значение, то есть, намного больше. 146, 130, то есть, она, конечно, говорится, была бы она еще чистая, тогда, говорится, можно было что-то присмотреть, то есть, 129, 137, да, 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 да. Посмотрим, что покажет, да, то есть, соответственно, вот здесь вот не загораясь, то есть, когда происходит замер, ну, на металлических деталях, тут, соответственно, загорается феррум, да, а если мы заверяем на алюминиевых деталях, тогда будет стоять здесь нот феррум, да, то есть, не металлический. Вот капот у нас уже сразу видно крашен, да, то есть, 414 микрон, то есть, он весь должен быть такой. Ну, если не шпаклеван, тогда он будет весь такой, а если где-то еще участок шпаклеван, то, соответственно, будет еще больше, еще больше, да, то есть, ну, тут сразу видно, что он крашен. Шпаклеванный, говорит, как порядка там уже от 500, 800 микрон идет там уже на шпаклевке, это, говорит, еще так, грубо говоря, перекрашенный, но это надо еще его по всем местам проверять, ну, возможно, не знаю, здесь вот местах возможных удара, да, вот, видишь, здесь, соответственно, намного больше наложено, возможно, здесь, хоть уже где-то впереди было. А, пластик тоже. А, пластик. Видишь, то есть, тоже не отображается, но здесь, соответственно, видно, как раз крашено было, да. Вот, видимо, выражено, давайте посмотрим, тогда. Так, 143, здесь как бы нормально еще. Да, здесь еще нормально. Ну, все равно, его надо, по идее, на чистую все в круговую замерять. Ну, по крайней мере, здесь вот, где он, он все правильно показывает. Морда была, да. Да, с капотом. Видишь, он как-то стабильно подчастки проходит. 24, ну, на изгреблениях, соответственно, там маленько бывает. Главное заметить, большие разбросы. Главное определить участок крашеный. Вот, там сразу было 300-400. Да, то есть, ну, здесь все нормально. То есть, эта сторона, соответственно, нормально. Ну, и крышка багажника. Видишь, немножко. Конечно, искривления такие, ну, из-за искривления он может бить маленько. Ну, нормально. Не крашенная была, по всей видимости. Что еще? Не, здесь нормально. То есть, капот получается. Капот и крылья. Ну, все, тогда включаем. Все, вывели.